итак еще раз здравствуйте ребятки мы изучаем кулачковой техники вот я вам уже показал все приемы и теперь просто для разработки тем у кого не получается например куриная лапка да чтобы они расходились все в стороны пальцы вы нет все расходились в разные стороны напоминает помните вот когда если куриную лапку один держали за сухожили дергали да вот она распрямляет пальцы свои в разные стороны если не получается да помогите себе второй рукой потренироваться чтобы они вот расходились 2 вы помогаете отцы старым машин большому хватит помогать чтобы они в бок двигался а именно вот назад вот ошибаюсь отводить и вот эти пальцы все второй рукой себе помогаете чтобы развести следующая эта техника ткань заживала в жерновах вот потому схватили у некоторых не получается ее вот так вот чтобы протереть протереть для этого пальцы должны ходить как вот шестеренки в разные стороны и вы помогите себе захватили да вот помогите себе корпусом своим вот прям с головой вот вращайтесь вам так легче будет у кого-то может запястье не такое подвижное да вращайтесь вместе с головой и лопатками вот так вот у некоторых не получается например лап лопатных возвращается в шестеренку да где мы вот так вот уходят пальцы по очереди да или подкидывают вот какая по очереди тогда попробуйте для этого взять например теннисный мячик вот такой вот и через него свои пальцы положили ладонь плотно да замечание не вот так рука стоит да она всегда плотно прижата вот плотно прижали и вот в эту сторону они по очереди идут в эту сторону по очереди идут заметно да сюда когда есть поближе чтобы видно было тренуть их чтобы они расширялись и по очереди ходили при этом кошка вот коготки свои не выпускают то есть тут плотно все прижата это же важно когда лопатку поднимаем да если вы поднимаете костяшками это будет немножко больновато поэтому плоскостью кладите вот так вот свои блюдечки вот эти вот и поднимаем за все для поверхности и так друзья смотрите опять как всегда в работе есть нюансы мальчик говорил всегда лови в любом деле нюанс так вот когда у вас не получается вот одновременно ввести это рукой вот так вот да и второй продольной линии рисовать то тут во первых надо понять что мозгу тяжело воспринимать два среди за двумя действиями одновременно да поэтому мы одно из них ставим как бы на автомат вот научились включили вот этот автомат да мышцы повторяют его движение однообразное авто а мозг мы тогда следим за вот этими волосами либо наоборот есть волосы тоже простые включили как бы на автомат туда вводим мясо да а мозг мы следим тогда за вот этой рукой и тогда вот у вас все получится ну еще надо потренироваться естественно рассинхронизировать свой мозг на разные руки да допустим вот поставьте локоть выставили вот так вот запускаем вращение предплечье автору руку просто поднимаете опускать все в этот момент попробуйте сделать это все одновременно потом другую сторону вторая рука делает прямые движения третья а первая рука крутится а отсюда только третья рука вышла вылезла вот и кстати вот когда запустили да то не опускаем локоть не поднимаем локоть а как он стоит так и делаем то есть опять мозг ловит одну руку на автомате контролирует только другую руку либо эту наоборот запустили на автомате подключили вторую руку потренируйтесь на досуге обязательно и так вот в этом движении тоже когда вот мы развели руки здесь захватили подплечья а это рукой концентрические круги делаем да вот на тренируйте таким простым упражнением с махами рук да вашу рассинхронизацию двух полушарий мозга на разные руки до новых встреч дорогие друзья с вами был Олег Аллах Гудвин даю свет даю просвещение в массы ставьте лайки вот берите внимание делайте отрабатывайте все на своих подопечных с вами был Олег Гудвин пока пока